Приветствую вас, друзья, на своем канале. Очень-очень рада вас видеть. Новый год, новые возможности, новый обзор заказа по каталогу сейл. Это такие скидки, которые, как нам говорит компания, больше в этом году не будут. Да-да, есть такие здесь сумасшедшие скидки на какие-то продукты. Кроме того, сегодня с вами поговорим об итогах уходящего года. О моих, наверное, продуктах года, о моих разочарованиях, о том, как я испортила себе кожу. О том, что то, что случается в нашей жизни, это хорошо. И чем сильнее трудности в нашей жизни, это еще лучше. Потому что через трудности мы развиваемся. В общем, обо всем об этом мы будем говорить. Открывая каталог, сразу мы находим драйвер каталога. Это лучшие предложения и лучшие скидки года. И вот этих скидок точно в этом году не будет. Если вы в прошлом каталоге сделали заказ на 500 рублей, или в этом каталоге сделали заказ на 1000 рублей, то вам доступны скидки на эти продукты. И прежде всего, это, конечно же, Омега. Омега я заказала 4. И мне кажется, это мало. Надо было проверить. Скорее всего, скидка была у меня еще и на 5. И мало того, что в прошлом году у нас была такая же скидка на Омегу. Я не разобралась в акции. Заказал только один продукт. Я думала, что если вы один раз разместите, но тем не менее, можно заказывать столько продуктов, сколько у вас прошло в акцию. Я недавно делала опрос среди вип-клиентов. Это те, кто зарегистрированы в компанию Reflame. Они покупают для себя, они переплачивают посредникам продукцию. Они не занимаются бизнесом. И знаете, они мне отвечали, что «Ой, мне нравятся гели для душа, мне нравятся туши». Ну, как-то вот все. Come on, все, все. Ребята, если вы пробовали только гели для душа, если вы не пробовали нашу Омега на постоянной основе, если вы не пробовали ночную маску на Вэйдж, ребята, ну, вы не знаете, что такое Reflame, потому что это нереально крутые разработки. Позже мы поговорим с вами про кожу, про уход за лицом. Но Омега, Омега, она настолько жизненно важна нашему организму. Омега, прежде всего, вот эта Омега, сейчас это пойдет до черепа. Буквально несколько дней назад я наткнулась на видео, и я вам кусочки его поставлю, что такое Омега на самом деле. Результатом сенсационных исследований российских ученых. Мы посмотрели цифры, сделали статистику, и получилось, что 75% обратившихся к нам имеют драматический пациентов, имеют драматически низкий уровень Омега-3. Этот дефицит грозит перерасти в настоящую эпидемию. Крупномасштабное исследование выявило страшную статистику. 75% россиян, в том числе детей и подростков, из-за нехватки в организме Омега-3 имеют нарушения, которые ведут к ожирению, атеросклерозу, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, бесплодию, болезни Альцгеймера и даже онкологии. У детского населения, если мы говорим до 17 лет, то это 17% дефицит, у подростков 30,4%. Это много? Конечно, это много. Причем это мы обследовали всего 1361 пациента в течение 4 лет. У гренландских эскимосов практически не бывает сердечно-сосудистых заболеваний и сделает громкое открытие. Ежедневный рацион эскимосов включает в себя 400 граммов рыбы, что в среднем составляет 14 граммов омега-3 жирных кислот. Это в 5 раз больше, чем, к примеру, употребляют жители Дании. Частота инфаркта, как установили ученые, у эскимосов в 10 раз ниже, чем у тех же датчан. Всего 2 случая на 100 тысяч человек. Доченьке я давала жидкую омегу, наверное, с полутора лет. Сначала по капельке, потом больше-больше увеличивая дозу. И когда ей уже было где-то 6-7 лет, у нее настолько не хватало этой омеги, она просто приходила, открывала холодильник и уже самостоятельно открывала крышечку и вот прямо с гогла пила ее. Потом рецепторы вкуса поменялись. И когда она пошла в школу, она говорила, фу, фи, мамочка начала у меня таскать с Wellness Pack'а Саше витаминки. Я поняла, что уже закончился тот период. И когда человек понимает, фу, это невкусно, так же, как у меня, я, например, не могу, я не могу пить жидкую омегу. Для меня это очень сложно. У меня сразу рвотный рефлекс. Вот, это омега прежде всего для моей дочери. Поэтому в каждом заказе хотя бы минимум один продукт омеги должен быть. Вы со мной согласны? Ночная маска Novage с невероятной, самой низкой ценой. Это бомба. Это просто нереально крутейший продукт. Используйте один-два раза в неделю. На постоянной основе. Утром просыпаетесь и кожа, ну, она просто бомбическая. Она просто сумасшедшая. Очень люблю ее брать в поездки. Беру вообще вместо ночного крема. И когда идут перелеты, смена часовых поясов, то вот эта маска, это просто вау, вау эффект. Люблю ее. Пожалуйста, напишите в комментариях, пробовали ли вы эту маску и какие у вас будут отзывы. Немножечко расскажу интригу. Я сейчас разрабатываю бьюти-календарь. Прежде всего для себя. Но когда я получу эффект, я обязательно с вами поделюсь. Это каждый день недели. Какая-то определенная косметическая процедура. Если это уход за лицом, то разработанная система. Когда у вас идет очищающая масочка, когда идет скрабирование, когда идет у вас, например, ночная маска, когда идут капсулы, когда, например, следующее, да, это уход за волосами, когда идет скрабирование кожи головы, когда вы наносите, например, кокосовое или оливковое масло, то есть раз в неделю или раз в две недели. Это то, что мне понравилось, это то, от чего я получаю результат. Если вообще такой бьюти-календарь вам интересен, то, пожалуйста, напишите, потому что такая тема планирования, когда вот реально мы вот в таком идем, живем в сумасшедшем веке, когда нужно все успеть, это нужно делать обязательно. Когда у вас есть, например, календарь, который внесен в телефон, вы знаете, окей, сегодня процедура такая, да, вы сегодня, например, ухаживаете за ногами, то есть раз в неделю вы скрабируете ножки, у вас идет эпиляция, электроэпиляция, да, либо и так далее, да, когда у вас расписан бьюти-календарь, когда у вас расписано, когда вы делаете какую-то уходовую процедуру, маникюрчик и так далее, да. И я бы с вами хотела подвести итоги и цели года, да, и когда мы пишем и планируем наш год, то обязательно нужно прописать, какую трансформацию в течение года вы хотите сделать, что изменить в себе, перечитывая свои планы, да, я хотела похудеть и восстановить вес 60, это реально мое достижение года, я восстановила вес до 63 килограммов, это вес у меня не было 10 лет, несмотря на то, что я активно занималась, придерживалась правильного, как казалось мне на тот взгляд, питания, да, окей, у меня уже не то что 63, у меня даже было время, когда 61,8 было, то есть для моего роста веса это просто идеальный вес, также у меня в этом году я себе ставлю планы, это планы года по уходу за лицом, потому что свое тело я привела и еще буду приводить в норму, потому что у меня есть цели, которые я поставила еще полгода назад, это новое тело к 40-летию, себе подарить любимой совершенно новую, одно открытие было года, который я наблюдаю за очень многими американскими блогерами, не только нашими российскими, потому что косметика для меня, это вот, знаете, это вот такая вот фетиш, это я не знаю, что такое, это вот такой вот украшалочки, это такое удовольствие. Удивительное, когда я смотрю блогерам, сейчас идет подведение итогов года, и многие бьюти-блогеры говорят, там сколько у них косметики, да, на какую сумму они считают, у многих это около 10 тысяч долларов, это от полумиллиона, только потрачены косметические средства, и при этом, когда они смывают макияж, делают макияж, у них убитая, раздраженная, вся в красных точках, в прыщах кожи, и они говорят, что сейчас с очень осторожностью пробуют новые косметические средства, уходовые средства, потому что, и когда я говорила еще об этом, и, наверное, сама сглазила свою кожу, буквально еще полтора месяца, до два месяца назад, моя кожа была настолько идеальна, она не была никогда такой идеальной, я об этом говорила, и, наверное, то ли сама себя сглазила, и мне в личку поступало очень много комментариев, Ира, что у тебя с кожей, она такая классная, такая восхитительная, и тут произошла жопа полная. Такой плохой, отвратительной кожи у меня не было никогда в жизни, то есть мне 39 лет, никогда такой ужаснейшей кожи у меня не было, она сейчас вся загримирована, как я поняла, что я подалась искушению того, что вокруг меня, смотря много блогеров, конечно же, мне захотелось попробовать, на самом деле, когда еще говорят там, ой, Ира, что ты со своим Ари Флеймом, вот люкс, 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 и что ты не можешь себе позволить, и имея доступ к различным скидкам, блогерам, я подалась искушению, заказала себе Эдвент Календарь, Look Fantastic, он стоил на меня 6,6800, а продукции там на 40 тысяч было, это реальный люкс, это реально очень крутые косметические средства, это лучшие представители каждого бренда в уходовых сегментах, и по 12 тысяч, ну, мини-версии, конечно, тревел-версии по 30 миллилитров кремушки, которые стоят в полной размерке около 12-16 тысяч и так далее, и вы знаете, попробовав этот люкс, и сочетание, вот понимаете, может быть, и мне спрашивают, Ира, что ты такое пробовала, чтобы убить такую свою кожу, я говорю, я не буду вам показывать эти продукты, потому что я могу неправильно сделать отношение к каким-то бьюти-маркам, но помните химию в школе, если у вас, что произойдет, если смешать два случайных элемента, произойдет взрыв на коже, вот взрыв на коже у меня произошел, когда я тестировала вот эти вот новинки, вот если я в течение 17 лет пользовалась только Арифлем, и компания Арифлем разрабатывает свою уходовую продукцию так, чтобы все крема, формулы взаимодействовали, и все было очень круто, я реально не понимала людей, которые говорят, ой, у меня аллергия на всё, я не понимала, как может быть аллергия на всё, я теперь поняла, что такое аллергия на всё, когда если вы нарушили защитный барьер кожи, когда у вас прошел обратный процесс, когда вас сыплет буквально на всё, вот что вы не пробуете, реально аллергия на всё, это просто что-то такое, это просто трындец, это просто реальный трындец, и я благодарна, что это произошло в моей жизни, Это еще раз, знаете, для себя заключение не смотреть на другую сторону, направо-налево, когда всегда будет искушение, что где-то что-то, когда-то лучше. И, наверное, самое главное то, что я поняла для себя, что если мы берем каталоги Арифлейм, декоративная косметика, уходовая, тара-та-та-та, выполнен ассортимент гельки для душа и так далее. Самое важное, самое важное — это кожа. Это кожа. Реально, если у вас будет даже суперкрутой люкс, декоративная косметика, всякая украшалась, ни хрена это не будет работать, если у вас кожа убитая. Никакие прыщи невозможно замазать даже самыми крутыми тональными основами, самыми плотными, потому что это будет рельеф кожи. Если у вас есть морщинки, то эти морщинки будут подчеркиваться. Ребята, надо работать над кожей. И это самое главное, что я хочу философию кода донести. И надо настолько тщательно ухаживать за кожей лица. Сейчас также практически все блогеры согласны с той мыслью, что волшебные уколы — это да, это быстро, хорошо, но нужно ухаживать за кожей так, чтобы оттянуть эти процедуры и чтобы был правильный уход за лицом. И то, что сейчас однозначно то же самое блогеры говорят и сталкивались с такой проблемой, как у меня, — это очень-очень-очень аккуратно подходить к тестированию новых уходовых средств. Потому что вот те крема, я вот даже смотрю, я не хочу вам их показывать. Они вот у меня стоят. У меня был сумасшедший декабрь, потому что у меня было столько поездок. Поездка в Москву, ТОП-100 России, поездка в Нижний Новгород, чемпионат по танцам. Здесь у меня перемещение, несколько мероприятий. Я выступала перед Новым годом, у мамочки моей был день рождения, у свекрови был день рождения. И это было реально ещё пищевое отравление, потому что когда ты правильно питаешься в течение всего года, и у тебя шикарное лицо, а потом вот эти перелёты, перекусы, ужасная еда, смена воды, раз. И, конечно же, я обратилась к врачу, прежде всего к гастроэнтерологу, посмотреть. Потому что у меня, например, если я что-то неправильно съем, если у меня какие-нибудь ешки или какие-то приправы, непонятно какого происхождения, то меня сразу сыпет, и это проходит примерно две недели. И гастроэнтеролог сказала мне, что нет, это не пищевое у вас, смотрите дальше глубже, но вы реально очень сильно нарушили, ну, я не буду как это говорить. В общем, она меня отправила к дерматологу сдать анализ, анализ крови и так далее, всё. Но опять я улетала куда-то, куда-то, что у меня не получилось сдать анализы. Вот, и тогда методом чуть-чуть подбора, понимаете, даже вот если вы идёте к аллергологу, я поняла, что у меня это аллергия на что-то очень-очень крутая, да, вам нужно всё равно сдавать какие-то тесты, анализы, да. И я начала методом исключений, мне нужно было понять, на вот эту, какую люксовую хрень меня высыпало, да. И я потом поняла, что я что-то пробую, и там просто пипец. Я поняла, что это реально, это косметические средства. Причём сами по себе эти очень дорогие крема, они крутые по отдельности, но если это будет неправильная, неправильная комбинация или что-то, и, понимаете, они очень круто действуют, но потом, когда вы их убираете, происходит пиздец в вашей коже, да. Ваша кожа что-то хочет, вы начинаете применять, она это отторгает, это отторгает. В общем, я поняла, что сильно действующие крема, это не очень хорошо для вашей кожи. И в компании Арифлэйм работает 300 учёных. И я вернулась, думаю, боже мой, какая была дура. Я всё пробовала, да, новинки декоративной косметики, ну какая была дура. Поймите сами, вот логически, да, какая компания будет лучше, круче? В компании Арифлэйм работает 300 учёных на протяжении уже многих лет. Они десятилетиями разрабатывают крема. То есть серии какие-то у них формулы, своловые клетки растений, научные исследования, которые они публикуют, да. Это крутейшая компания. И я побежала сравнивать. И я рада, что я сравнила, что я посмотрела, что может быть с моей кожей. Какая нам может быть кожа в идеальном состоянии, и какая кожа может быть, если я буду пробовать супер яркий, там, супер дорогой люкс. Это, понимаете, это моё мнение, и вы можете с ним не согласно сказать, Ирина, что ты там мелешь, но это то, что произошло со мной, то, от чего я рада, что это произошло. И, вы знаете, есть ещё знаки. Знаки, которые у всех идут свыше, и обязательно нужно их слушать. Для меня этот знак был вот такой, да. Вот, и дальше давайте я вам продолжу. Так, понимаете, я не могу делать обзор каталога, потому что вот эта тема, меня она волнует больше всего, реально чуть ли не до слёз. Так, надо возвращаться к обзору каталога. Но я вернусь к этой теме. Очень сильно реально ждала. Это вот эту вот серию для проблемной кожи от прыщей. И я помню, когда я только пришла в компанию «Арифлейм», у меня на моей коже был просто тоже трындец. Это постоянное высыпание, это угревая сыпь, непрекращающаяся. Именно эта серия вылечила мою кожу. И после этого, да, боже мой, всё прекрасно в моей жизни. Ну да, когда там гормональные нарушения, ПМС, менструация, да, там высыпание идёт. Но, боже мой, и я когда взяла эту серию, эта косметика мне пришла вчера, и у меня есть фото до и после буквально за один день, как я реально пролечила. То есть я полтора месяца пыталась, пыталась хоть чем-то как-то пробовать, убирая это, это, это. Но эта серия, вот она мне уже буквально с первого применения, я получила эффект, и утром с утра муж смотрит кожу, он говорит, Ирина, я вижу лучше. Также в следующем каталоге будет продолжение скидок на эту серию, и там будет вот этот сос, крем, кремушек для точек. Это, ну вот, ну просто я без него не могу. И я ступила, сглупила свою 50% скидку, использовала на совершенно что-то другое, и совершенно забыла, что вот этот вот гель у меня заканчивается, он будет со скидкой в следующем каталоге. Причем цены на всю эту серию, ну реально смешные, они, они невероятно низкие. То есть уход за лицом, например, гель для умывания 199 рублей, там по нашим ценам, там рублей 150 вам обойдется. Итак, в эту серию входит очищающий гель и освежающий тоник. Скраб и очищающая маска. Используется 1-2 раза в неделю и предотвращает появление прыщей. Пока боюсь использовать, дабы не травмировать свою кожу. Сейчас потом буду использовать. Сейчас она стоит 59 рублей. В следующем каталоге тоже есть скидка. Будет стоить 85 рублей, поэтому сейчас выгодно заканчивается. Матирующий лосьон – это крем для ухода за лицом. И так как сейчас нету солнышка, поэтому SPF фильтр особо мне не нужен. Маска против черных точек, одноминутная. У меня вот такая маска, которая уже заканчивается, поэтому себе докупила. Она стоит сейчас также 199 рублей. В следующем каталоге она будет со скидкой 289, а так 420. Вот такая черная маска-пленка. Она стоит также 199 рублей. В следующем каталоге будет за 289 рублей гель против прыщей для точного воздействия. Буду заказывать так же, как и в следующем каталоге будет отшелушивающий гель-скраб для умывания. Это такой как бы 2 в 1 утром, 2 в 1 умылись, не снимая макияжа. Либо для парней. Тоже очень круто, когда они не очищают косметику, просто раз-два умылись и в то же время отшелушили кожу. Эта серия очень крутая для подростков. Я знаю, ее скупают на ура. Переставая следующую страничку, я вижу маски. И знаете, вспоминаю прошлый год, в январе месяца, маска-марафон. Я придумала такой хэштег, его не было в инстаграме. Сейчас это уже, я не знаю, там сколько уже постов. Это когда ты 7 дней делаешь маски. Я делала сначала, думала, сейчас все буду делать тканевые маски, потому что в Азии это нормально. Является у них даже есть бренд 365 дней, когда они 365 дней, каждый день делают тканевую маску. Но я поняла, что это слишком сильные, активные маски, которые не нужно делать каждый день. И достаточно 1-2 раза в неделю. И также, если вы планируете свою неделю, то распишите, в какой день недели конкретно вы будете делать тканевую маску. Это реальное чудо. Для себя поняла, что мне нельзя делать тканевые маски утром, мне только нужно вечером, потому что моя кожа не впитывает остатки вот этого средства. Они на лице, это липкость, дискомфорт. И мне не нравится макияж, когда я использую эти маски. Сейчас не могу себе позволить, но по опыту прошлого года я рекомендую вам устроить недельный маска-марафон. Что это? Вы достаете все масочки, которые у вас есть в доме, и расписываете систему ухода масками. Такое, чтобы, например, 2 раза в неделю было очищение, скрабирование, что-то такая очищающая маска. 2 раза в неделю было увлажнение, питание. То есть где-то тканевая масочка, где-то ночная масочка. На вейдж. Расписали себе недельку, и каждый день что-то новое. И я очень-очень вас прошу в комментариях написать, какая же неделька получилась у вас. Мы делали такой марафон. И когда у нас есть еще приложение, где мы определяем, сколько лет вашей кожи. У меня у мамы были просто фантастические результаты. Я не помню, даже врать не могу, сколько там, больше 10 лет точно. Когда вы делаете фото до и после, вы видите, как расслаживается лицо. Как работают серии. 7 дней, 7 масок. Пожалуйста, в комментариях пишите вашу недельку, как вы расписали ее. Кошка увидела меня в маске. Продукт года, без которого я вообще точно не могу обойтись, это Skin Pro. Уже практически 2 года, как я им пользуюсь. И знаете, я неправильно это делала. Я не покупала сменные насадки, а это нужно, потому что здесь уже и бактерии. И кроме того, когда вы шлипуете кожу, вот кончики, кончики, щеточки, они портятся. Они травмируют вашу кожу. Поэтому я выкидываю эту сменную насадку. И сейчас пока этим аппаратом пользоваться не буду, но потом вот этими сменными щеточками буду пользоваться. Именно на нее, вот на эти щеточки, я потратила свой 50%. Я каждый день пользуюсь тональным кремом, и он для меня жизненно необходим. Тем более сейчас, когда у меня такая кожа. Когда я сижу дома, да, я не пользуюсь тональным кремом, чтобы минимизировать вообще какие-то контакты. Но когда я куда-то выхожу, и вообще, то есть спонж, то же самое. Здесь может развиваться грязь. Каждый раз, когда вы наносите тональный крем, перед этим нужно его тщательно хорошо помыть. Тем более сейчас, когда у меня бактерии на лице. Я заказала себе два спонжа, и ну минимум-минимум один раз в месяц нужно этот спонж менять. А видя, что происходит с моей кожей, я, конечно же, вернулась на ту серию, которую я пользовалась раньше. И она была просто чудеснейшим образом, мне подходила. И реально я получала эффект чуть раньше, не по возрасту. Это серия 40 лет, серия DaVage Ultimate Lift. Я начала использовать сыворотка замечательная, кремушек замечательный. Но когда я начала использовать дневной, ночной на вот эту вот раздраженную кожу, у меня стало, мне показалось, что еще больше прыщей пошло. Потому что это активная серия. И я читала, когда у вас идет проблемная кожа, когда у вас сыпет, сыпет, сыпет. Наоборот, ни в коем случае нельзя применять активные какие-то серии, потому что они вызывают еще больше всплеск воспалений. Вот, но эта серия, вот то, что я вернулась, мне реально начало спасать и приводить мою кожу в порядок. Давайте с вами приступим к распаковке новых продуктов. И если вы сделали заказ на 999 рублей, то вы получаете за, ну, нам где-то 600-500 с копейками это полотенце. Сейчас повешу себе в ванной комнате для тела. Ну, нормально. В принципе, качество приятное. 299 рублей пена для ванн с персиковым запахом. Дочка первая, что открыла, говорит, мама, какая классная. Не знаю, сколько стоит в магазинах. 299 рублей. Напишите, много ли это мало за 750 мл. Но я считаю, что это достойная цена. И наши гели для душу. Не знаю как, но по опросам, что ценит компания Reflame. Те люди, которые новички, да, это гели для душа. Муж чихает. Муж, да. Значит, правда, гели для душа. Ну, боже мой. Почему вы не пробовали уходовые средства? Почему вы не пробовали серию по уходу за волосами? Ну, и, конечно же, Reflame для шопоголиков. Это крема для рук 89 рублей. Гели для душа 89 рублей. Дезодоранты 70, 119 рублей. Гель для интима 179 рублей. Обычно 199. Ребята, нужно, девчата, нужно обязательно восстанавливать свои ножки. И если вы встаете свой бьюти-календарь, то обязательно раз в неделю полностью уход за ножками у вас должен быть. Новый год прошел. Салатики съедены. Лишние килограммы везде у нас отложены. В прошлом году у меня было плюс, наверное, 2 килограмма. В этом году уже 4 января я вышла в ноль полностью. Убрала все лишнее, потому что мне страшно было есть салатики. Потому что то, что я съедала, тут же оказывалось на коже. Но это тоже очень хорошо, потому что меньше отрабатывать карму. И если у вас проблема с лишним весом в этом году актуальна, вы хотите привести свое состояние тела в форму, то это, конечно же, после того, как вы позанимаетесь, обязательно нужно использовать вот такие антислюлитные гели. Очень-очень круто работает. Они со скидкой в этом каталоге. Не знаю, как сейчас скидка, насколько она большая. Есть скидка, ну, примерно, по-моему, 30% реально работают. И тоже включите в свой бьюти-календарь, ежедневный уход. Если вы месяц, месяц каждый день будете использовать вот эти средства, делать массаж, эффект гарантирован. И я проводила такой же эксперимент для себя. Но вот эти вот поездки декабрьские, они мне все сбили полностью. Все, все мои планы. Когда я делала каждый день, вот приняла душ, бац, и все. Что вечером, перед сном, когда все уснули, да, уже я сделала гель для душа. Пошла в свой любимый сериальчик, посмотрела, да, сказку на ночь, как говорится, да, перетерла все. Эффект крутой, кожа крутая, поэтому настоятельно для вашего тела рекомендую. Массажная щетка для тела, которую классно использовать. И она очень круто работает. В этом каталоге со скидкой краска моя краска года 5.25. Если я даже пробовала какие-то оттенки, я обратно к этому оттенку возвращаюсь. Мне она очень-очень нравится. И это позволяет мне не краситься каждый месяц раз в полтора месяца. Мой шампунь и кондиционер года это для объемных волос. Также покупаю полноразмерный вот такой вот большой XXL шампунь. Мне больше всего он подходит раз в неделю запланировала. И сейчас мажу на ночь кончики либо оливкового масла в голову. Каждый раз наношу наше восстанавливающее масло. Иначе без этого вообще никак не могу. Где-то один раз в две недели использую вот такую вот маску. Хотела вам показать, да она закончилась. И сейчас в поисках новой я искала, думала, что она у меня есть в запасах, а ее нет. Вот еще и еще раз убеждаюсь в том, что когда мне говорят, ой, я не знаю даже что заказать, у меня все-все-все есть. Я каждый каталог делаю заказ, потом вспоминаю, что у меня это закончилось, не заказала вот это. Несмотря на то, что я хомячок, у меня очень большие продуктовые запасы в шкафу, а я все как умный покупатель. Покупая по супер-мега распродажам, например, как зубная паста, 99 рублей. Так она стоит 200, 50% скидка. Ну почему не заказать? Ну что, понимаете, вот инвестирование, да, давайте вот такую тему разберем. Если вы сейчас вложите ваши деньги в банк на какой-нибудь счет, то это максимум, ну 10% такого нет. Если вы найдете мне банк, где 10%, я буду очень счастлива. А если вы сейчас покупаете зубную пасту, она сейчас со скидкой 50%, обычная ее скидка примерно 30%, то есть 20% у вас уже составляет экономии. И причем эту зубную пасту, понимаете, 20% в год. То есть вы вложили, сделали инвестирование и потратили свои 199 рублей, при этом вы 20%, уже 20% годовых, если она у вас даже будет лежать год. То есть сделайте годовой запас и по 20% экономия. Так я покупаю все самые крутые, любимые продукты про запас. И когда идет вот супер какая-то скидка, и получается, что я правильно инвестирую и правильно распоряжаюсь со своими средствами. Ну, кроме того, ко мне приходит мама, подружки, какие-то подарки. И я с этих запасов хомячка, как правило, делаю подарки. Но я думаю, что у вас, у многих, кто в компании Reflame, так же происходит. Пришли к блоку декоративная косметика. И начиная с этой страницы, мы попадаем на новиночку. Это мультифункциональный матирующий тон крем для лица АЗ. Мой любимейший тональный крем прошлого года был вот такой вот. Сейчас я вам не могу сказать 100% в своем мнении, потому что у меня очень сильно испорчена кожа. Минус его, что не сильно плотное перекрытие. И я не могу сейчас им пользоваться на данный момент. Но я рекомендую вам попробовать. Открывает. Но если просто контролировать жирный блеск, то в принципе новиночка очень хороша. Я расскажу после, когда пролечу свою кожу, свое мнение. Ну а если вы попробовали, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. И есть ли отличия с этим тональным кремом. Потому что сейчас реально вот это я убрала. Я только самые сильные, плотные тональные крема сейчас использую для того, чтобы корректировать и убирать свои прыщи. И появилась новиночка. Вот такой вот бальзамчик для губ. Он очень-очень важен, полезен для нас, особенно в зимнее время. Если сравнивать два вот этих вот бальзама, для меня любимка все-таки остается вот этот вот бальзамчик. Безграничное его люблю, но по объему он меньше. Это абсолютно прозрачный. Может быть слегка идет тонирование. На мой взгляд все равно. Но мое предпочтение остается вот этому фавориту. Мне нравится больше, как работает бальзам. И так же, как и запах. Хотя здесь он нейтральный. Но это мое мнение. Честно, я его попробовала пару раз, забросила. И все равно рука тянется к моей палочке-вручалочке. Вот этому, скорее всего, я дочь. Так же, как и в этом каталоге. Я заказала бальзамчик для губ. О, боже мой. На этом можно видео-обзор заканчивать. Боже мой, какая вкусная дыня. Но мне не нравится ковырять пальцами. То, что вот такие вот у моей дочери, они расходятся на ура. Также заказала себе отшелушивающий массажер для губ. Если у вас шелушатся губки, то очень классно их проработать, отшелушить. Сегодня с утра я начала шелушить губки. Но поняла, что у меня нету с этим проблем. Вообще, люблю всякие бьюти-гаджеты. Вот такие вот штучечки. Напишите, кто себе такой купил. Потому что реально у меня было раньше так. Когда вот прям сильно-сильно вот такие вот шелушащиеся губы я брала. И мне нужно срочно сделать. Нанесла бальзамчик. И потом зубной щеткой. Такой быстренько почистила. У кого так же было. Карандаши, про которые вы попросили меня рассказать. Это кремовые тени в стике. Очень-очень их люблю. Это свочи. Давайте скажу. Это первое. Да, это золотой песок, шампанское, индиго, хрусталь и слива. Вот так вот они выглядят. Они сейчас идут за 199 рублей. Я думаю, 2020 год у меня будет палеточная диета. Потому что столько палеток каждый месяц какого-то премиального сегмента покупала палетки. И на Новый год это была Анастейши Беверли Хиллз. И здесь два оттеночка. Вот этот вот оттенок и вот этот. Они просто сумасшедшим образом похожи на вот эти два оттенка. Сегодня макияж. У меня база была слива. И вот здесь вот шампанское. И потом, когда я сверху наносила вот этот же пигмент, эти же тени, они просто слились практически один в один. Думаю, в этом году палеточный бум у меня закончится. Потому что уже все самые, все оттенки, которые можно себе было приобрести, я приобрела. Делала пост, считала у меня 45 помад. И это самые, три самые любимые помады года. Во-первых, не помню, как называется оттенок. В прошлом каталоге была скидка на эту помаду. Во-первых, неожиданно для себя открыла заново помаду кофе с собой. Такая вот нюдовая, приятно пахнет. И какой-то, мне кажется, уже бум на матовые помады. Он сходит. И хочется мягкости, увлажненности губ. И открытие года, самая-самая-самая любимая моя помада. Называется розовый нюд. Она сейчас на мне. И она всего лишь будет стоить 99 рублей. Обалденная помада. Классная, мягкая, комфортная. Простая упаковка, поэтому дешевая помада. Но какая она классная. Это моя любимейшая помада этого года. Это открытие года и по такой бюджетной цене. Обратите внимание, какое многообразие различных оттенков. Они классные. Но, несмотря на то, что у меня 5 или 6 оттенков этой помады, все равно рука тянется к оттенку розовый нюд. А у вас есть любимки в этой серии помады? Палетка для кондуринга. Это тоже палетка года. Она сейчас со скидкой 599 рублей. Я думаю, вы также открыли для себя. Открытие года для меня также стало вот такая вот жидкая подводка. В прошлом каталоге, по-моему, заказала его 149 рублей. Чем мне она понравилась? Тоненькая кисточка. Хорошо фетровый кончик. Хорошо прокрашивает. И сейчас, наверное, вы даже не видите, но у меня идет прорисовка карандашом коричневым. И верхнюю часть ресничек я оформляла вот этой вот подводкой. Классная, простая в применении. И 149 рублей. Разочарование года – это вот эти две палетки. Ну, сами понимаете, когда палетки покупаешь около 5000, потом вот такие вот палетки за 379 рублей. Ну, а мне не очень. Разочарование, наверное, в том, что, как бы, понятно, дешевые формулы. И я потыкала и обратно убрала, потому что это абсолютно не мои оттенки. Мне нравятся другие, тушевать. И, несмотря на это, вот в этих оттенках я нашла то, что мне нравятся некоторые оттеночки. Ну, а так, как художник, мне нужно постоянно новые, новые, новые какие-то оттеночки, новые гаммы, модные гаммы. Поэтому я брала себе такие палетки. Карандаши за 99 рублей. Ну, не очень, не очень. Больше всего мне нравится Джордани. Вот Джордани не про меня. Для супруга одно из открытий года стал вот такой вот дезодорант. Только в красной упаковке. Сейчас заказала фиолетовый. Также ему заказала дезодорант. Ну, в каждом каталоге заказывала. И ему понравился вот такой вот шампунь против перхоти. Мы говорим про ароматы года. То это новинка прошлого каталога. I said the sensuale как-то называется. Также Miss Giordani. Безумно его люблю. Почему-то Джордани, Джордани. Если это утро, то мне нравится на рабочем столе. У меня стоит вот такой вот аромат. Это Cherry Blossom. То есть, мне нравится утром. То есть, я побрызгалась. То есть, это в течение рабочего дня. Также заказала недавно себе новинку, повтор. Да, это парфюмерная вода Sublime Nature. И она сейчас идет в каталоге 1399 рублей. И это реально такой стойкий, шлейфовый аромат. Ни на что не похожий. Вот реально ни на что не похожий аромат. В этом каталоге я почищаю свои запасы Wellness. Но у меня закончились Wellness витаминки. Я их заказываю. Реально работающий продукт. Но не заказывала ни коктейли, ни супчики. Я вскрыла последнюю пачку супчиков Wellness. И у меня еще вскрыла одна еще запас пачка коктейля. Вот. И уже думаю, что в следующем каталоге буду уже покупать. Так же, как и дочери, сделала запас витаминов. Сейчас они заканчиваются. Тоже будет у меня в следующем. Ну, а в следующем каталоге нас ждут вот такие две новиночки. Во-первых, это Eclat Amour. Это продолжение наших любимых ароматов Eclat. И так же Essentions Face Cream. Крем для лица. О них чуть-чуть подробнее расскажу попозже. Amour Toujour. И это моя любовь, моя кисонька. Как она растет быстренько. Вы просили, чтобы я ее показывала. Мур-мур-мур. Она буркает вам. Бур-бур-бур. Amour Toujour. Надеюсь, мой видеообзор был полезен. Пожалуйста, напишите ваши комментарии. Напишите ваши любимые продукты этого года. Субтитры сделал DimaTorzok